Всем привет! Меня зовут Вадим. Я обычный владельцем, дрессировщик. Мне написали интересный комментарий под видео о механизмом надействии на собаку. Я немножко там обсуждал бесконфликтную дрессировку. Написали, что вы знаете о бесконфликтной дрессировке. Ваше знание, наверное, поверхностное. Бесконфликтная дрессировка – это современные тенденции в дрессировке. Ну, я постараюсь сейчас ответить на этот вопрос. Для начала разберемся, что такое вообще есть дрессировка. Прежде чем обсуждать бесконфликтную дрессировку, размену о ней разбираться. И существует стойкое и стереотипное мнение, что классическая дрессировка – это целиком и полностью принуждение. Это не так. На самом деле, классическая дрессировка – это включает в себя 5 основных методов. Значит, это болевой метод – мотивация избегания. Вкусопошительный метод – дрессировка самая мотивация на пищу. Контрастный метод, который включает в себя как раз вот эти два предыдущих метода. Подражательный метод используется преимущественно для дрессировки пастухших собак. И еще очень хороший метод – это игровая мотивация. Ну, там еще есть как дополнение, что есть методы разоглавливания собак – это для служебного самоководства. Вот эти все методы включают в себя обычная классическая дрессировка. Я еще подчеркиваю это слово сочетание. Классическая дрессировка включает в себя эти 5 основных методов. Что такое тогда есть? Кстати, интересный момент. Система ОКД, норматив ОКД, разработанная Всеволодом Васильевичем и Языковым, еще в 20-х годах предыдущего столетия, как раз в себя включала вот эти 5 основных методов. То есть собак обучали детям основными методами. Что из себя представляет бесконфликтная дрессировка? Ранее я бы назвал ее бесконтактная. Ну, как назвали, так назвали. Как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. Разработал ее, разработал ее Иван Балабанов. Это наш иммигрант в Америку. Он жил в Америке и вот решил популяризировать бесконфликтную, так называемую, дрессировку. Что он как бы ставил в углового угла? То есть мотивация собаке на пищу, мотивация на игрушку. И он никогда не отрицал механического воздействия. Никогда не призывал полностью его исключать в механическое воздействие на собаку. Но просто он призывал его как можно сильнее минимизировать. Вот его отличительная, собственно говоря, вот эта, отличительная черта, как в этой бесконфликтной дрессировке. Является ли бесконфликтная дрессировка чем-то таким прорывным? Нет, не является. Потому что все эти методики уже описывал Владимир Леонидович Дуров в своей книге «Дрессировка животных». Найдите, почитайте, убедитесь, что это совершенно не новое. Является бесконфликтная дрессировка эффективной? Безусловно, очень эффективная. Очень эффективная. Потому что зачем собаку принуждать, если можно использовать ее реальную мотивацию. То есть тягу к пище, тягу к игрушке. Это намного эффективнее. Собака работает с удовольствием. Без принуждения. Но, к сожалению, к сожалению, только на вкусняшках не уедешь. Что еще хочу сказать про Ивана Балабанова. Иван Балабанов на текущий момент всю свою деятельность свернул. Он буквально от нее открестился. Почему он это сделал? Потому что его ученики, его последователи неправильно понимали его посыл. То есть они переусердствовали, что ли, как это сказать. Неправильно понимать. То есть, допустим, они начали вызывать к полному исключению механического воздействия на собаку. То есть любое механическое воздействие они считают во время. И вот так вот начинают понимать они себя. И поэтому он устал с ними, буквально я читал интервью с ним, он говорит, я устал с ними именно объяснять, что нельзя полностью исключать механическое воздействие. Потому что невозможно работать с агрессией. Невозможно работать с подбором земли. Невозможно агрессивную собаку в момент ее агрессии переключить на вкусняшку. Это просто нереально. В общем, в данный момент он свою деятельность свернул. Чем он сейчас занимается, где он находится, я не знаю. Потому что, ну, это надо просто следить за его деятельностью. На самом деле он великий молодец, что действительно популяризировал это. То есть отвел людей немножко в сторону положительного подкрепления. Вот в данный момент бесконтактная дарсировка популяризирует Алекс Вяткин. По-моему, он на Украине находится. Опять же, я не слежу за ним. В открытом доступе можно в интернете посмотреть и выяснить, где он находится. У Алексея Вяткина есть питомник. Блино очень хорошей собаки. Он их тестирует, отбирает. То есть реально. Сразу хочу предупредить. В Вяткине ходят очень разнообразные, даже, можно сказать, грязные слухи. Что-то он там с женой не так поступил. Не слушайте никого. Мало там, что там кто-то написал. Не зная человека, не будьте с ним знакомы, невозможно ничего про него говорить. То есть Вяткин продолжает учение Балабанова. Школа его работает вполне себе нормально. Так что, бесконодительные дрессировки, я не против ее. Просто я против вот этих извращенных проявлений. Я и сам с удовольствием работаю со вкусняшками. Но если в бане, допустим, она никак не ложится, никак не ложится, ничего страшного, если ее здесь немножко подпихнуть. Да, такая свалка была, я потом покажу. Вот, так что, ну не знаю, насколько мои задания поверхность, насколько не поверхность. Не мне, конечно, судить. Ну, я рассказал все, что знаю о бесконферкной дрессировке. Ну, возможно, не все, но вкратце я изложил суть, что такое бесконферкная дрессировка. Вот, и, то есть, вот эта систематизация, систематизация вот этих местных методов, как раз изложили в своих трудах затевательных врагов, системные принципы дрессировки. То есть, в принципе, это все описано. Надо просто открыть, задаться вопросом, что есть дрессировка вообще, что есть бесконфликтная. И тогда будет все понятно. Я как-то старался разобраться в этом. Так что, не знаю, вам судить, конечно, насколько я компетентен, насколько я некомпетентен. Но я стараюсь, как бы, практически относиться к любой информации и разбираться досконально, добираться до самой сути. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы любите также собак, так же, как и мы, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Все, все, пока.